Из моих видео, наверное, у многих сложилось ощущение, что опционные стратегии позволяют получать практически наверняка прибыль. Но это не совсем так. Я хочу сказать, что риски там есть. И вот сегодня как раз об этом вчерашний день можно назвать просто техасской резнёй-бензопилой. Что же было? Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Вчерашний день не предвещал ничего страшного. И было всё шикарно вообще накануне. Посмотрите, какую стратегию я построил к началу вчерашнего дня. Я честно делился этой стратегией в своём чате, в телеграм-канале с людьми. И вот сейчас я слайды, которые я туда размещал, просто вот из телеграм-канала, из чата, который по опционам показываю вам. Потому что ничего не скрываю. Смотрите. Итак, что было накануне? Посмотрите, вот у меня стратегия, которую я просто делюсь прямо вот своей стратегией, живой. И я говорю, смотрите, вот 14-го числа это был слайд. Вот она стратегия, которая должна принести на настоящий момент, видите, 180 тысяч рублей. Вот эта разница между вот этой красненькой и вот этой. Вот на момент экспирации. Если ничего не поменяется, если индекс РТС упадёт вот сюда до 110 тысяч рублей, индекс РТС, в общем сказать, я и ожидал, что он может упасть. Но если он упадёт, то, значит, цена сместится вот сюда, и моя прибыль превысит 300 тысяч рублей. И, в общем, я готовился получить, то есть 15-го числа я вот эта вот сумма должна была появиться на счёте, ну, в виде вариационной маржи, а на момент экспирации вот это. И я рассказывал людям в чате по опционам именно об этом, о том, что вот, значит, какую прибыль должна принести мне вот эта стратегия. Ничего не предвещало беды на самом деле, потому что, смотрите, какая ситуация. Сделка по ОПЕК плюс-плюс-плюс уже прошла, и цена на нефть подпрыгнула, соответственно, рубль немножечко устаканился, индекс РТС тоже устаканился, и вроде бы ничего не обещало, никаких неожиданностей не должно было быть в течение двух дней. Смотрите, на следующий день я получаю действительно за счёт вариационной маржи, которая появилась просто за счёт тета-распада, я показываю 65 тысяч рублей на счёт, всё шикарно. И вот я показываю на слайде, вот он завтрашний как бы тета-распад, это вот эти самые 65 тысяч рублей, и, соответственно, послезавтра остальное ещё ожидалось, ну, как минимум 100 тысяч рублей. Что произошло дальше? А дальше, на следующий день, посмотрите, открывается 15-го числа, и индекс РТС начинает падать, и он начинает падать к той отметке, которая мне нужна. Посмотрите, вот она вот, мы вот отсюда поднялись сюда, и прибыль уже больше 250 тысяч ожидаемая, и вообще всё не кисло, мы открылись, вот я пишу, я такой радостный, в предвкушении всего. Экспирация завтра, вот они вот, 110 тысяч по индексу РТС, вот она вариационная маржа, прямо вот вообще всё классно. Но, что случилось? Нефть начала внезапно, вернее, не нефть, нефть начала падать, да, и индекс РТС тоже начал падать, посмотрите. И мне в чате пишут, вот люди, да, смотрите, что в чате происходит, вот он мой чат. Ну, я о законе подлости, у вас тоже, кажется, сейчас просадка, вы будете двигаться? То есть, смотрите, индекс РТС начал валиться ниже, чем 110 тысяч, и у меня уже влево на этом графике должно пойти движение. Вот сейчас мы на него посмотрим. То есть, вот индекс РТС зашёл за вершину и пошёл вот сюда, причём так хорошо пошёл сюда. То есть, моя прибыль потенциально начала уменьшаться. И, смотрите, дневной клиринг наступает. Посмотрите, ну, здесь уже цена начала валиться, а у меня что-то непонятное, посмотрите. Вот я прям буквально вот пишу. Посмотрите, что-то непонятное. У меня в личном кабинете после клиринга вдруг появляется 113 тысяч 299 рублей плюс 28%, хотя я не понимаю, откуда они могут взяться. Вот, ну, не понимаю и всё. Вот я делюсь прямо своей позицией, которую я сделал, и что я делал. Вот у меня позиция, я говорю, вот, ребята, вот так и так, вот я начал делать. И уже не те 350 тысяч, которые ожидалось, а уже вот он максимум, там меньше 200 тысяч. Но я начинаю просто, ну, менять позицию, и для того, чтобы захеджировать, я продал фьючерсы на РТС. Вот вы видите, в срочном порядке, потому что, ну, чтобы остаться там, где я есть, чтобы не потерять. Вот я рассказываю людям, вот они фьючерсы. И вот я здесь обо всём, об этом рассказываю. Я здорово подвигал позиции. Буквально через пару минут смотрю в личном кабинете, обновилась ситуация. На самом деле, не 113 тысяч, естественно, а плюс 8 всего результат. То есть, всё устаканилось, потому что клиринг проходит, ну, вот так вот он очень интересно проходит. Сначала идут одни позиции, значит, на счёт появляются на счёте прибыльные, которые я закрыл. Ну, а потом убыточные, соответственно, уменьшает эту прибыль всего плюс 8 тысяч. Вот так. Это клиринг так чудит. Сначала, наверное, прибыль засчитывает, а потом минуса, говорю я. Ну, что происходит у нас дальше? Дальше идёт некоторое обсуждение про ВТБ. И вот я тут про нефть рассказываю, опять же, в этом чате. Про контанга. И вот снова показываю уже то, что я сделал после этой мясорубки. Я весь день там всё осложнялось тем, что это на ИИСе. То есть, это счёт, который достаточно сложно быстро пополнить, чтобы, ну, какие-то резервы, потому что, ну, резерва уже нет. Поэтому приходилось двигать там буквально по одному фьючерсу, но после того, как, вернее, по одному опциону, после того, как я продал фьючерсы для хеджирования, всё стало с ускорением. Я закрывал те позиции, которые должны принести мне прибыль, освобождал тем самым ГО и выкупал убыточные позиции, которые у меня начали генерировать убытки. И чем дальше, тем больше, потому что цена на индекс РТС продолжала валиться. Поэтому, вот вы видите, у меня уже очень сильно подвигались позиции, практически ничего уже не осталось. И вот такая ситуация уже была на начало сегодняшнего дня, собственно говоря. Вот, что осталось после кровавой бойни, я рассказываю людям, честно совершенно. Вот, здесь я захеджировал опционами, я их продал, фьючерсами, тут я ошибся, захеджировал фьючерсами, я продал фьючерсы. А здесь я перевернул позицию по фьючерсам. Ну, на настоящий момент я могу сказать, что я уже вот эти вот закрыл выкупленные фьючерсы по 105-100. Ну, где-то здесь же, там небольшая прибыль. Вот, и вот таким образом, таким образом закончилась вчерашняя мясорубка. Вот результат за неделю. Не получилось 350 тысяч. Ну, не получилось. Ну, что сделать? Не получилось. За неделю всего плюс 129 тысяч 973. Ну, конечно, так сказать, как бы максимума не получилось, потому что вот так. Вот вчерашний день. Вот мясорубка, та самая, которая случилась. Но, как видите, опционные стратегии и управление ими позволяют, в общем-то, так сказать, минимизировать, как я говорил, риски. И вот она прибыль за неделю. Она есть. Вот так. Ну, и немного юмора. Я говорю, что, ну, здесь, конечно же, нервы, конечно же, без этого не обойтись. Поэтому я решил, что надо немного разбавить юмором. И поэтому я завел новый аккаунт на ТикТоке. Это новая социальная сеть типа Инстаграма. Там очень коротенькие видео по одной минуте. Вот вы видите ссылочку на нее. Ссылочку на это видео вы увидите всего одна минута. Вы увидите в моем описании к этому видео. Посмотрите, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте. Там я с юмором в течение одной минуты рассказываю кратенько о том, что происходит на рынке нефти. Почему с юмором? Потому что, ну, ТикТок вроде подразумевает такой формат. Ну, и многие меня критикуют за то, что у меня очень длинные видео. Пожалуйста, подписывайтесь на ТикТок. Там будет по минуте. Вот. Ну, выглядит это вот так. ТикТок. Ну, и, наконец, последний слайд, который сейчас я хочу показать. Вот сейчас вы видите текущее положение. После вчерашней мясорубки, то, что сейчас построено, я закрыл вот эти самые фьючерсы, которые были куплены. И сейчас у меня вот она прибыль, которая, ну, гарантированно. Это остаток прибыли, который я получу сегодня. Сегодня, ну, она зафиксируется 18 часов 45 минут. Ну, практически уже гарантированно в размере 10 тысяч рублей плюс. Это вот отсюда, вот досюда у меня, ну, вырастет сумма. Ну, что я могу сказать. Ну, вот так бывает, да. Да, и это при том, что нефть останется в диапазоне вот этом. Не нефть, а индекс РТС в районе от 105 тысяч до 110 тысяч. Если уйдет из этого диапазона, то, в общем, пойдет уменьшаться. Вот такие ситуации возникают. Я честно рассказываю об этом. И понятно, что обучение вот по опционам, оно не завершается только покупкой курса по опционам. А там, вот вы видели в чате, ну, во-первых, чтобы делиться, ну, чтобы обучаться, нужно учиться на чужих ошибках, в том числе на моих. Я об этом честно рассказываю. Я рассказываю о мотивах, которые меня побудили вот это, это, это сделать. И там вы видели, что мы делимся другими стратегиями, теми, которые нашли, теми идеями. Поэтому это очень-очень полезная штука. И как попасть в этот чат, ну, вы уже знаете. Демитков.юр.ком. Ссылочка, опять же, в описании, либо там. Ну, и, соответственно, есть одна еще неприятная новость о том, что с сегодняшнего дня уже повышена стоимость курса по опционам до 15 тысяч рублей, как я и обещал. Поэтому 15 тысяч рублей – это опционы, это курс по опционам. Ну, это для тех, кто не прошел биржу для чайников, а для тех, кто прошел биржу для чайников, ровно 50% вот этой суммы. То есть, получается, что если вы не прошли биржу для чайников, то 15 тысяч. Если вы не прошли биржу для чайников, то вы за 15 тысяч получаете и биржу для чайников, и опционы. Если вы прошли курс биржи для чайников уже когда-то, то 15 тысяч пополам, 7,5 тысяч. Вот так. Потому что опыт показывает, что те люди, которые не прошли курс биржи для чайников, она оказывается все-таки нужна. И люди, которые не прошли, они задают такие вопросы, которые не задаст вопрос человек, который прошел биржу для чайников. Поэтому 15 тысяч единая цена. Если вы не покупали курс биржи для чайников, вы получаете за 15 тысяч и биржу для чайников, и опционы. Если вы покупали курс биржи для чайников, то вы получаете всего за 7,5 тысяч курс по опционам. Вот так. Ну а на сегодня все. Лайк, подписка и посмотрите на ТикТоке мое видео. До встречи. С вами был Демитков Юрий.